Здравствуйте, друзья! Сегодня я вас научу, как никогда, не терять даром время, впустую. И вопрос серьезный, потому что зачастую нас это сильно досадует, когда ты приходишь в какое-то учреждение, тебе назначено на 3, а ты сидишь 20 минут, 30 минут, и тебя принимают только в 4. Или, скажем, вот ты опоздал на автобус, на электричку, и ты вынужден ждать следующего, и проходят какие-то 15, 20, 30 минут, и все бы ничего, но досадует то, что впустую время тратится впустую. Вот это досадно. Когда ты чем-то занят, то ты, может, часы на это потратишь, много времени, если ты сознаешь потребность этого. Даже когда ты сидишь у постели больного, ты ничего не делаешь, но это нужно. И то, что это нужно, дает тебе смысл того, что ты на это тратишь время. А вот когда впустую тратится, в очередях, в ожиданиях кого-то или чего-то, вот тогда это очень сильно досадует. Это одна сторона проблемы. С другой стороны, речь идет не только о досаде, а о том, что время — это наша жизнь. Вот знаете, это наша жизнь. Часть нашей жизни, частичка. Вроде бы это минутки, часы, но из них складывается жизнь. Мы можем у телевизора просидеть 2-3 часа или там 5 часов, а можем в храме простоять 2-3 часа. И то, и то наша жизнь. Но эту жизнь мы посвятили, эту частичку жизни, эту часть нашей жизни мы посвятили телевизору, времяпрепровождению к пустому, ну, что называется, как бы просто убить время иногда, бывает так. А это время мы посвятили часть своей жизни Богу. Это время мы были с Богом. Поэтому вы чувствуете, какая разновеликая ценность потраченной жизни на то или на это. И вот поэтому я всегда задумывался над тем, почему же у нас случается так, что время тратится впустую, помимо нашей воли. Вот когда мы чего-то ожидаем, когда мы вынуждены просто, что называется, простаивать без дела. Кто-то из оптинских старцев, по-моему, Нектарий, сказал, ищите во всем великого смысла. И я, как человек верующий, всегда задумывался, поскольку ничего так просто не бывает, стучайно, во всем есть какой-то смысл, какой-то промысел Божий, но все в нашей жизни для чего-то. То я всегда задумывался, а почему так случилось, что я опоздал на этот автобус и вынужден теперь 15-20 минут ждать следующего. А почему вот я здесь просиживаю под кабинетом впустую, вот трачу время. Почему так вот, это же как-то свыше может быть это. Может быть это не случайно. Может быть это имеет какой-то смысл. Если этого смысла искать, то через призму взгляда верующего человека этот смысл нахожу в том, что значит Бог это время мне для чего-то отпустил. Для чего-то. И вот я пришел к выводу, что чаще всего, по моим ощущениям, это нам отпущено для молитвы. Конечно, может быть для того, чтобы мы оглянулись вокруг себя и что-то увидели. Кому-то помогли. О чем-то задумались и что-то приняли себе к назиданию. Но если не так, то может быть для того, чтобы ты это время мог помолиться. Потому что по жизни нам всегда не хватает времени для молитвы. Мы постоянно бежим, утром мы опаздываем, вечером мы падаем с ног. В течение дня тоже бывает некогда свои очи к небу поднять. А тут вот ты остановился в каком-то таком тупике, бежать некуда, спешить некуда. Да и невозможно. Жди, сиди и жди. Или стой и жди. И для чего это? Я понял. Для молитвы. Для того, чтобы это время ты мог потребить на молитву. То самое время, которого тебя постоянно тебе не хватает для Бога. Вот это время тебе Господь дал. И замечательно, и лучше всего для такой молитвы подходит молитва так называемая Иисусова. Звучит она следующим образом. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Или меня грешную. Это молитва в ходу у монахов. Многие монахи, многие подвижники, даже будучи людьми малограмотными или неграмотными, не читая книг, молитвословов, канонов и акафистов, только одной этой молитвой спасались. Более того, этой молитвой достигали просветления души. Почему? В этой молитве, можно так сказать, сжато все Евангелие. В ней, в этой молитве, все, что потребно, выражает все, в чем потребность у верующей души. Вот то, что Богу хочется и надо высказать, в этой молитве есть все. Здесь исповедование того, что Господь Иисус Христос наш Господь. Здесь Его имя, Господь сказал, именем моим бесы изгоните. Его имя сильнейшее. Оно это имя поражает демонов. Оно это имя защищает человека. Оно оживляет человека. Господи Иисусе Христе. Христос, это же Спаситель, это же Помазанник, это спасение свыше. Иисус Христос, само это слово, спасение от Господа, вот это переводится, само это имя. Потом, помилуй меня грешного. Здесь и просьба о помиловании. Здесь и покаяние, исповедь покаяния. А то, что я обращаюсь к Иисусу Христу как к Сыну Божию, это исповедание веры в Троиту Святую. То есть, смотрите, здесь все, в этой молитве все, сжато, кратко, но все есть. И когда эта молитва произносится не механически, а сердечно, когда эти слова идут из души и сознанием ума, то эта молитва является сильнейшей молитвой. И для удобства я с собой всегда, ну не буду так говорить, ну чаще всего, очень часто, ношу с собой чётки. Эти чётки, вот такие или тряпочные, можно приобрести и в церковных магазинах. Можно самому сплести, умельцы заинтересуются, если кто научится этому. И вот такие чёточки носить в кармане очень полезно для этого. Когда бывает минутка времени, даже ты едешь в маршрутке, в метро там едешь или где-то, в кармане сидишь себе, перебираешь и молитвочку творишь, молитвочку творишь, молитвочку творишь. Чётки не носите на руке, как это делают монахи. Им это положено по их чину, это как бы чётки входит в форму монашеской одежды. Для мирянина носить чётки на виду служит тщеславием. И люди будут смотреть, о, какой молитвенник, если ты сам идёшь и такой, знаешь, я такой молящийся. Это не духовно. Поэтому чётки носите в кармане или в сумочке, если это женщина, или как-то где-то, где это будет прикрыто. И всегда можно и в сумочке перебирать чётки, и в кармашке, можно даже без чёток. Чётки не обязательно атрибут молитвы. Это просто как бы в помощь, как такой дополнительный инструмент для того, чтобы не рассеиваться в молитве, ну и какое-то правило себе отчитывать. Но на самом-то деле, на самом деле, можно и без чёток, можно просто эту молитву иметь в сердце. Она коротенькая, запомнить её может и малыш, и я вам всем её, эту молитву рекомендую. И тогда, будучи с этой молитвой, вы никогда, даже минуты, даром не потратите. Впустую перестанете тратить время, что очень драгоценно для всех нас, исходя из того, что время — это часть нашей жизни. Благослови всех, Господь! Редактор субтитров А.Семкин